Всем привет! Меня зовут Красавин Иван, более 18 лет я являюсь фитнес-тренером, работаю в фитнес-индустрии, являюсь диетологом и разработчиком своих систем тренировок. Сегодня очень важная тема, как отказаться от сладкого, потому что именно с этого начинается формирование правильных вкусовых привычек, похудение, набор мышечной массы. И если даже ты хочешь просто увеличить какие-то функциональные качества, например, выносливость. Потому что, я думаю, вы со мной согласитесь, сахар в чистом виде, именно сладкое, нам доступно всего где-то 100 лет. До этого так не было. Я помню свое детство, когда мы варили, единственное, что возможность было, это делать леденцы. Мы варили из сахара леденцы, но тут тратил калорий на то, чтобы сделать эту ложку леденца больше, чем потом ее потреблял. Поэтому от сладкого нужно как от наркоты отказываться. Это действительно наркота, и это уже научно доказано. В Америке даже есть целые клиники, которые посвящены отказу от сладкого. И если у тебя есть такая зависимость, или у кого-то у твоих знакомых, обязательно посмотри, досмотри это видео до конца. Все, что здесь написано, я пробовал на себе и на сотнях и сотнях своих подопечных. И это выдержка, никакой теории, все вот как должно работать, все очень просто. Потому что это реально все достаточно просто. Давайте первое. Выкинь все из дома. Это не значит, что нужно сейчас пойти, взять холодильник, выкинуть его, всю мебель, всю одежду. Нет, выкинь все из дома, означает, что выкинь все, что мешает твоему похудению. Все сладкие какие-то, не знаю, снеки, печенюшки, плюшки, все заначки, какие у тебя есть, собери и все выкинь. Не надо раздавать все по знакомому, потому что ты же, когда бросаешь курить, ты не ходишь по знакомому, не раздаешь сигареты. Нет, все сложи в пакет и выкинь. Потому что это вредит любому человеку. Если ты мне скажешь, вот, например, у меня дети, я не могу этого сделать, дети едят сладкое. Да, потому что дети это маленькие обезьяны и они полностью копируют наше поведение. И именно из-за тебя они стали сладкое есть. То же самое они повторят за тобой, если ты перестанешь это есть. Не надо кормить ребенка обычным сахаром. Нужно кормить ребенка какими-то вкусняшками природного происхождения. Например, фруктами, может быть, даже сухофруктами. Это формирует правильные вкусовые привычки с самого детства. Потому что от вас зависит, как ребенок дальше будет есть. Будет ли он толстый и с комплексами, да, или будет поджарый и выглядеть хорошо, и чувствовать себя хорошо. Но это действительно так, от нас это зависит. Поэтому не думай. Вот не надо думать, просто пошел, собрал все и выкинул. Это первый самый главный этап. Потому что если у тебя есть это, где-то там заначка в холодильнике, или где-то там наверху, ну ты, нет, я не буду срываться, я в себе уверен. Потому что ты можешь быть кремнем в течение всего дня, но к вечеру, или там, когда ты соберешься спать, ты захочешь что-нибудь вкусненькое. Особенно если ты находишься на низкой калорийности, ты пойдешь, залезешь туда и это съешь. Это не просто я тебя сейчас убеждаю, это реально факт 99%. Поэтому выкинь все из дома. Второе. Перестань быть голодным. Вот здесь для тебя как раз подойдет дробное питание. Что это такое дробное питание? Это когда мы питаемся, допустим, 3-4-5 раз в день. Внутри это маловато, да, 4-5 раз в день, может быть даже и 6. Небольшими порциями и не даем себе сильно голодать. Например, если ты пропустил завтрак и дошло время до 12 часа уже до обеда, ты не хочешь есть, ты хочешь жрать. И ты хочешь не там грудку с гречкой или с салатом, а ты хочешь что-нибудь такое, там, тортик, пирожный. Потому что мозгу требуются калории. И чем быстрее они попадут, тем ему будет лучше. Поэтому не давай себе голодать. Работай над дробным питанием. То есть, пускай это будет 4-5, к этому можно привыкнуть. Контейнеры, сейчас столько всяких возможностей. Все доставки еды. Просто не будь голодным. Потому что, когда ты голодный, ты начинаешь сорваться на сладкое. Третье. Нужно время. Вот чтобы слезть с наркоты сладкого, нужно время. Ни один день, ни два дня. Приблизительно, по моим подсчетам, это где-то неделя, может две. Ну, в среднем это 10 дней. Полностью отказаться от сладкого получится где-то за месяц, за месяц, за два. Потом ты будешь думать, как вообще ты это ел. Вот не будет никакого желания к сладкому. Поверь. Вот это сейчас ты думаешь, а, ладно, говори, говори. Вот поверь мне. Если ты не будешь срываться на это. Это как с сигаретами. Я когда-то курил и три года курил. Из двух, из трех лет я два года пытался бросить курить. Но когда я бросил, у меня не было такого желания, чтобы через там три месяца опять начать курить. Я чувствовал этот запах, у меня просто тошнило. И слава богу, я до сих пор не курю. Четвертое. Дай обещание. Очень круто работает. Это не значит, что ты там себе дал обещание. Потому что с самим собой можно договориться. Дай обещание и себе. И, например, своим знакомым. Делай публичные заявления. Если у тебя есть там Facebook или Instagram, сделай публичное видео. И скажи, что я вот с этого дня, я отказываюсь от сладкого, начинаю правильно питаться. Потому что это очень сильно мотивирует. Я так часто делаю для себя, когда обещаю, например, не знаю, там завтра пробежать 10 километров. Я делаю это публично. А завтра мне, например, этого совершенно не хочется. Но я уже пообещал. Я не смогу смотреть потом в глаза. Даже не в глаза, а просто не сдержать свое обещание. Поэтому обещание очень хорошо работает. Особенно публичные. Пользуйся этим. И пятое. Мотивируй себя целью. У тебя должна быть цель. Это может быть там ты худой 10 лет назад и красивый. Или какой-то тебе, там, какой-то человек тебе нравится. Или ты просто, у тебя есть образ себя. Как ты себя, там, как ты выглядишь, как ты чувствуешь себя. Это реально очень круто работает. То есть мотивируй себя тем, что будет. И когда, если не сейчас. Ну, согласитесь, у нас нету запасного времени, запасной какой-то жизни. Когда, если не сейчас, себя изменять. Когда, если не сейчас, становиться сильнее. Когда вы отказываетесь от чего-то, это не значит, что ты такой вот слабенький и вот себя чего-то обделяешь. Ты становишься сильнее. Когда люди говорят, что я себя люблю, поэтому я себе позволяю сладкое. Не верьте этим людям. Это на самом деле не так. Они себя не любят. И говорят это, чтобы просто себя оправдать. Когда ты от чего-то отказываешься, ты становишься на 100% сильнее. Потому что ты начинаешь гордиться собой. Итак, давайте быстренько пробежимся по всем параметрам. Итак, первое. Викинг все из дома. Работает очень круто. Если что-то оставишь, я тебе уверяю, будет вечер или ночь, ты туда залезешь. И ты это сожрешь. И потом будешь об этом жалеть. Второе. Перестань быть голодным. Дробное питание в этом плане подойдет. Больше ешь клепчатки, больше ешь белка, потому что хорошего белка. А потому что это дает тебе возможность не быть голодным, а быть практически на протяжении всего дня сытым. Третье. Нужно время. Набери терпение, потому что 12-10 дней формируется привычка именно вкусовая. И где-то в течение месяца-двух ты вообще забудешь об этом. И пятое. Мотивируй себя целью. Задай себе цель. Еще раз повторяюсь. Когда, если не сейчас. Одна ошибка есть. Если ты сейчас пойдешь и скажешь себе, что завтра я начинаю новую жизнь и отказываюсь от сладкого, но сегодня я пойду и наемся. Ты в ловушке. Запомни. Вот если ты сейчас этого не сделаешь, ты этого не сделаешь никогда. Ты в ловушке. Потому что сейчас ты пойдешь и сожрешь в 3, в 4, в 5 раз все, что собираешься выкинуть, ты сожрешь все. И во-первых, это собьет твой настрой. Во-вторых, это будет гипогликемия, что не нужно для тебя. В-третьих, ты просто сам себя будешь ненавидеть, потому что ты, когда насытишься, будешь думать, нахрена ты это сделал. Поэтому, если не сейчас, то никогда. Именно сейчас у нас нет другого времени. Все, спасибо вам за внимание. Смотрите мои видео, мне очень нравится с вами делиться, потому что я от этого заряжаюсь. Если вам несложно какой-то комментарий или новое видео, насчет чего хотелось бы с вами поговорить или обсудить. Поэтому еще раз вам спасибо за время, которое вы уделили. Отказывайтесь от сладкого и формируйте правильные вкусовые привычки. Пока. Продолжение следует...